Встреча Байден, Зеленский, Зеленский Байден состоялась, разные комментарии на эту тему. Как вы лично оцениваете то, что произошло? В ситуации, которая сложилась, внешний фонд, мы понимаем, Афганистан, ситуация очень сложная для администрации. Найти время в этом графике для Украины и, понимаете, это же не просто сесть посидеть за столом, это значит весь аппарат перестраивается на то, чтобы провести полноценные несколькочасовые переговоры. Это значит, что в этом графике, где Афганистан, 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 появляется тема Украины, это значит, что Украине в администрации Байден уделяют очень много внимания. То, что эта встреча происходит в эти дни, это подтверждает, что ее не переносит, она проходит вопреки тому, что тема Афганистана доминирует. Причем даже похоже, что американская администрация не готова даже обсуждать Афганистан, поэтому пресс-конференции возможного формата общения и не было. Для того, чтобы не создавать этой трибуны для афганской темы, используя украинский визит, это говорит о том, что Украина топ-приоритет для Америки. И, конечно, мы можем быть недовольны и критиковать решения администрации по большому альянсу с Меркель, с Германией, по Северному потоку, но в конце концов мы должны бороться за свой интерес до последнего момента. И этот визит – это важный этап в том, чтобы защитить украинский интерес. Поэтому я визитом доволен. И даже сам факт состоявшегося визита, который, повторюсь, он сготовится за много недель до проведения, это подтверждает высокую роль Украины. А лучшим комплиментом этому визиту является Шабаш, который в российских медиа сопровождается этот визит. И как негативно критикуют эту поездку союзники Путина в Украине, в частности депутаты ОПЗЖ, Рабинович, Медведчук и так дальше. То есть это, знаете, как три звезды Мишлен на визите поставлены. Зеленский и Байден говорили дольше, чем планировалось. Как вы думаете, с чем это связано? И вот, ну понятно, есть официальная коммунике, что обсудили, до чего пришли. Насколько серьезно обсуждение было вне публичной сферы еще? Важно понимать, что на этих встречах находится несколько человек. Поэтому весь вот медиашум, который есть, он продуцируется различными экспертами, в том числе нами с вами, исходя из косвенных признаков. Мы на встрече не были, мы не можем сказать, как друг другу кто подмигивал или каким образом происходила коммуникация. Но два часа это значит, что это было глубокое обсуждение, это не было 20 минут на ходу или на крыле самолета, или в комнате переговора во время саммита, где президент переходит из одной комнаты в другую и в третью и даже не успевает нормально познакомиться со своим сотрудником, со своим собеседником. Два часа даже, два с половиной часа, это очень много, учитывая особенно ту ситуацию, которая сейчас происходит в Америке. Во-вторых, это позволяет как минимум услышать аргументы другой стороны. Важно тоже понимать, что два часа это минимум половина времени уходит на переводчика. Это значит, что на самом деле диалог был, он был полноценный, он касался всех тем, которые обсуждались. И при этом была возможность у другой стороны привести свои контраргументы. И я надеюсь, что эти аргументы были услышаны и той, и другой стороны. Но и что для Украины этот визит будет толчком во всех темах, где реформы начали пробуксовывать. Потому что, объективно говорят, у нас реформы идут, но где-то они идут быстрее, где-то медленнее. В данном случае, надеюсь, эта скорость усилится и там, где она притормозилась. Мы понимаем, о чем Украина просит, поддержка, помощь. А что Украина предлагает? На сегодняшний день Украина является, наверное, одной из самых подготовленных армий в Европе. Потому что мы находимся в режиме боевой готовности уже более семи лет. И для Европы, которая, я надеюсь, осознает трезво вызовы, которые стоят перед ней, наличие такого союзника, это очень важно. То есть союзника, который проверен не в теоретических боях, знаете, а на передовой. А Европа является частью широкого альянса вместе с США и Канадой. Они основали НАТО. И поэтому рано или поздно вопрос роли Украины в НАТО или снаружи НАТО, как главного союзника, или внутри НАТО, как мощного члена этого альянса, он будет стоять остро перед всеми. И поэтому Украине есть что предложить. Это было показано даже в Афганистане, когда наша военная разведка эвакуировала членов, граждан, стран-членов НАТО, Канады в том числе, из Афганистана, который был охвачен, по сути, гражданской войной на тот момент, где проходили активные боевые действия и теракты прямо на улицах города. И то, как украинцы провели эту эвакуацию. На самом деле, я бы даже сказал, мы настолько уделяем внимание каким-то однодневным, даже одночасовым новостям, которые не стоят того, чтобы в нашу голову залетать. И истории, которые должны быть символами для того, чтобы гордиться за Украину, чтобы показывать, что изменения, которые проходят на уровне институции, имеют свой эффект на мировой арене. Да, вот та же ситуация с эвакуацией афганцев. Это проходит у нас, знаете, мелкой строкой, где-то в заголовке, и не становится ни темой для обсуждения на ток-шоу, не обсуждается политиками, и где-то там иногда медиа упоминают в социальных сетях. Вот это, на самом деле, повод для гордости и как раз пример того, чем Украина может быть полезна. Вот об этом надо было бы говорить нашим журналистам и нашим депутатам, а не рассказывать о том, не знаю, кто там какую-то тарелку брача съел на передовой, или каким-то образом кто кого обозвал в социальных сетях. Было бы правильным Украине предложить помощь в размещении у себя беженцев из Афганистана, я имею в виду вот те уязвимые категории населения, которые сотрудничали с США, которые действительно в опасности после прихода талибан. Ну, речь идет, важно понимать, что речь идет не о десятках тысяч людей, а о сотнях, возможно, до тысячи граждан, которые могут в Украине получить то безопасное убежище, в котором они нуждаются. И если речь идет о абсолютно приемлемых цифрах, при этом Украина показывает свою солидарность со всем цивилизованным миром, я считаю, что мы должны быть проактивными. И, кстати говоря, проактивность проявлялась в том, как украинцы принимали участие в эвакуации из Афганистана лиц, жизни которых угрожает опасность. Это показывает, что, понимаете, быть частью западного мира – это не только получать дешевые кредиты или получать помощь по различным каналам финансов. Это в том числе разделять горе цивилизованного мира или беду цивилизованного мира, добавить гуманитарную помощь или принимать людей, которые находятся в зоне риска. И Украина в данном случае показала такую готовность. Это, причем, кстати, не первый раз. Украина давала гуманитарную помощь и Италии во время коронавируса, и Турции с Грецией во время тушения пожаров. Поэтому, кстати, это достаточно неожиданно, но такой один из почерков администрации Зеленского. Я активно припоминаю уже несколько таких случаев. То есть это для него способ позиционирования страны не только с просящей, протянутой рукой. И это хороший повод для гордости, о котором, опять же, мы очень мало говорим на телевидении. Мы не должны там это, знаете, гиперболизировать и тоже, может быть, чужую славу на себя перетягивать, но, скорее всего, за свое мы должны точно гордиться. Сергей, большое спасибо. С нами был Сергей Лещенко. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я, Инга Мизери, с вами прощаюсь. Спасибо. Спасибо.